Минувшие выходные дни Россия отметила День медицинского работника. В этом году профессиональный праздник всех, кто связан с этой отраслью, совпал с Большим церковным праздником Святой Троицы. В канон торжества в московской больнице святителя Алексея Митрополита Московского произошло важное и значимое событие как для персонала лечебницы, так и для ее пациентов. Подробности в сюжете Эльвира Гордеевой. Ежегодно в третье воскресенье июня свой профессиональный праздник отмечают те, кто связан с медициной. Пандемия коронавируса вновь напомнила нам важность профессии врача, причем не только в масштабах города или страны, но и всей планеты. Оказавшись на передовой полосе борьбы с новой угрозой, люди в белых халатах, а в созвучии с нынешней ситуацией в защитных костюмах и масках, молниеносно принимают решения, от которых зависит жизнь и здоровье человека, готовы, если потребуется, пожертвовать своей жизнью во имя спасения других. Московская больница святителя Алексея Митрополита Московского почти 120 лет оказывает бесплатную медицинскую помощь для пациентов из всех регионов России, вне зависимости от вероисповедания. В преддверии дня медработника встретиться с коллективом больницы и поздравить сотрудников учреждения с праздником прибыл заместитель председателя попечительского совета больницы, глава синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Церкви, епископ Верийский Пантелеимон. Работа врача, работа медицинского сотрудника, медицинской сестры, сестры милосердия, санитара, каждого, кто работает, помогая больным. Это работа трудная, работа, которая более, так сказать, заставляет заботиться о другом. И, конечно, особенно это становится трудным в нашу ковидную эпоху. Хочется еще и еще раз говорить вам спасибо, еще и еще раз благодарить вас. Главным событием Дня медицинского работника стало торжественное открытие в больнице свидетеля Алексея нового центра лучевой диагностики, оснащенного современным оборудованием, компьютерным и магнитно-резонансным томографами. Аппаратура была закуплена на средства, выделенные Московской Патриархией президентом компании Норникель на борьбу с коронавирусной инфекцией. С помощью компьютерной томографии мы ставим диагноз раньше, чем при лабораторной диагностике. Зачастую так происходит. Поэтому все пациенты, которые госпитализируются к нам для получения плановой помощи, при поступлении проходят через компьютерную томографию. Также компьютерная томография помогает нам в диагностике пациентов, которые к нам обращаются в лабораторном порядке для исключения или подтверждения коронавирусной инфекции. В новом центре Владыка Пантелеимон совершил благодарственный молебен и осветил помещение диагностических кабинетов и высокотехнологическую аппаратуру. И там не только мы сейчас осветили два этих аппарата замечательных, но кроме того осветили помещение, где будут принимать больных с подозрением на ковид, у которых повышенные температуры. И, конечно, очень важно, чтобы был очень хороший аппарат, который мог бы нам сказать, в каком состоянии находятся легкие человека, внутренние органы, для того, чтобы поставить правильный диагноз. Промыслом Божьим новый центр лучевой диагностики больницы святителя Алексея был освящен в День памяти преподобного Авы Дорофея, который был врачом и руководил монастырской больницей. Субтитры создавал DimaTorzok